Долгожданное событие все-таки произошло. Программу количественного смягчения представители Федрезерва завершили. В принципе, ни у кого сомнений на этот счет не было, но рынки все равно отметили столь важное действие ФРС волной повышенного спроса на американскую валюту. Отношение американского доллара к валютам основных торговых партнеров США буквально взлетело к 86,30 пунктов, где в последний раз индекс DXY находился в июне 2010 года. Аналитики валютного рынка предвещают сохранение восходящего движения к цели у 86,80 пунктов. Максимум внимания трейдеры сосредоточили на словах содержащихся в сопроводительном заявлении Комитета по операциям на открытых рынках. Ведущие банкиры США уверены в позитивной тенденции на рынке труда и рост доходности аппликаций США. Наибольший интерес вызвала оценка текущего экономического состояния. После недавней речи Джеймса Булларда, президента Федерального резервного банка Сент-Луиса, обеспокоенного угрозой дефляционного давления, некоторые инвесторы проявили определенную настороженность. Однако последний отчет по инфляции и вчерашнее заявление ФРС убедили экономистов в отсутствии реальных рисков. Низкие цены на энергоносители, конечно, оказывают определенное давление, но в общем целевое значение инфляции в 2% вполне недостижимо. Что касаемо наиболее актуальных тем курса монетарной политики, то здесь формулировка не изменилась. Размер процентной ставки останется низким на протяжении значительного времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова